Здравствуйте, Владимир Анатольевич. Добрый день, добрый вечер. Да. Давайте остановимся на вчерашнее мероприятие в Москве, 10-й саммит Евразес с председательством Армении. Очень сложное время, надо признаться, живем. Какая судьба у Евразеса, скажите? Ну, мне кажется, что судьба Евразийского экономического союза целиком и полностью зависит от того специальной военной операции. Потому что ЕАЭС это ведь такая зона разделения труда постсоветская, на постсоветском пространстве, которая объединяет те государства, которые связаны исторически, да, экономическими связями. Но, тем не менее, некоторые из участников Евразийского экономического союза проводят многовекторную политику и, соответственно, тоже внимательно наблюдают за ходом специальной военной операции, куда развернется ситуация в мире, как все будет складываться, вот, с кем придется дружить. Может быть, все-таки активизировать свои отношения с Западом, с Европой в частности, с Америкой, или, может быть, с Китаем, да? Ну, это прежде всего относится, конечно, к Казахстану и Кыргызстану. Ну, для Армении тоже выбор непростой. То есть, руководство Армении стремится в Евросоюз сегодня. И поэтому, конечно, встает вопрос о том, каково будущее Евразийского экономического союза, где прочное место занимают только Россия и Белоруссия, да, которые связывают свое будущее с будущим Евразийского экономического союза. Вот, соответственно, чем закончатся переговоры, например, по Украине между Западом и Российской Федерацией? Могут быть какие-то особые условия. Вот, а может быть, наоборот, если результат будет позитивен для Российской Федерации, возможно, Евразийский экономический союз, он будет дальше продвигаться на юг, да, то есть, эта зона разделения труда, евразийская зона разделения труда будет увеличиваться и развиваться связи с Ираном, например, с Сирией, с какими-то другими странами, не обязательно близкими к границам, ну, с такими странами, как Вьетнам, например, Монголия и так далее. Вот, так что загадывать не будем. Ясно, что это очень важная тема будущего Евразийского экономического союза. Но посмотрим, как будет развиваться ситуация в мире. Хорошо. То есть, надо будет различать экономическую судьбу Евразийского от политической? Ну, конечно, но с моей точки зрения, тут на 90% это экономический союз, да, и, собственно, причины были в создании его именно экономические, потому что нужно было сохранить постсоветские хозяйственные связи и не просто сохранить, про это, правда, мало говорилось, но, в принципе, нужна, например, Российской Федерации, тому же Казахстану, крупным странам, своя зона экономическая, да, зона свободной торговли евразийской. Мы видим, что сейчас возникают проблемы у России в взаимоотношениях с Европой. А Европа была основной экономический партнер, начиная с 70-го года, да, когда в 70-м году между Россией и Германией, как вы помните, была подписана сделка газ в обмен на трубы, и начался такой масштабный экспорт российского сырья в Европу. Но сейчас эта история закончилась через 55 лет, вот, и нужно начинать как бы новую страницу экономическую. И вот Евразийский экономический союз, я так думаю, что руководство Российской Федерации наконец поняли, что будущее экономики Российской Федерации связано именно с развитием собственной зоны свободной торговли, с движением на юг. Да, то есть это естественный процесс, что экономические отношения в Евразии никак не похожи на политические. Ну да, просто это не главная функция. Но мы же знаем, что у нас и другие организации существуют, например, СНГ, на постсоветском пространстве, где, да, есть элемент политики. Есть УДКБ, где есть элемент военно-политического сотрудничества. Потому что УДКБ, с моей точки зрения, это не совсем военный союз. УДКБ, ну, может, один раз как-то поучаствовало немного в Казахстане. Вот, а так это военно-политический союз. Вот, есть ШОС, который объединяет часть стран постсоветского пространства. ЕАЭС это чисто, ну, или почти чисто экономическая организация. Да, надо признать, что и санкции против России вынуждают членам ЕАЭС пересмотреть свои отношения в организации. Ну, конечно, но политика же влияет на экономику в данном случае. Естественно, экономические санкции тоже носят политический характер по отношению к России и Евразийскому экономическому союзу. Поэтому, вот, политика таким образом вторглась в экономические отношения, да, и повлияла на развитие Евразийского экономического союза. Да. Несмотря на сущность экономическую, да. На днях, вот, сообщение, информация была, что «Газпром» впервые за 25 лет ушел в убыток. Вот такая информация, да. Да, 630 миллиардов убытка по 23-му году. Соответственно, очень серьезный вызов станет перед «Газпромом», куда двигаться. Этот вызов осложняется тем еще, что, с моей точки зрения, очень недальновидными оказались шаги «Газпрома» и российского руководства в отношении продажи газа Китаю, да, строительства газопровода «Сила Сибири» и так далее, и так далее. Поэтому, да, «Газпромом» предстоит очень сложное будущее и разворот на внутренний рынок. Соответственно, вот, президент Российской Федерации будет встречаться с китайским руководством. Я думаю, что ключевой вопрос, который там будет затронут, это даже не ситуация на Украине, а ситуация по сделке, ну, по тому договору, который действует в отношениях между Россией и Китаем по поставкам газа. Да, кстати, Азербайджан, Узбекистан и Казахстан решили объединить свои энергосистемы. Интересная новость, нет? Да, ну, это, собственно, предполагалось. Мы с вами тоже как-то немного коснулись того, каким образом складывается транзит. Даже Азербайджан Армению газ предлагает сейчас. Ну, правильно предлагает. Если Армения готова покупать, почему нет? И, опять же, мы с вами говорили, что за этим сотрудничеством стоит и Турция, как некий хаб, да, который на себя замкнул трубопроводы российские, и Британия стоит, которые пытаются контролировать все транзитные пути, ведущие в Европу. Так что, да, это, естественно, и перспективное сотрудничество, объединение Казахстана, Азербайджана, Турции, да, в единый такой энергетический союз. Да. Владимир Анатольевич, скажите, Евразия с продолжением УДКБ или наоборот? Ну, ни то, ни другое. Абсолютно разные вещи. УДКБ, с моей точки зрения, ну, не совсем жизнеспособная организация. Почему? Потому что Российская Федерация военных целей не ставила, а те военные цели, которые она ставила перед собой, да, никоим образом не имеет отношения к другим участникам УДКБ. Вот, поэтому, скорее, это был такой демонстрационный шаг, учитывая, что расширялась НАТО на восток, и какие-то действия Россия должна была предпринимать, но она обратилась вот к своим партнерам с целью создания такой организации. Но особой роли, как бы, она не играла и не играет. Да, скорее, это организация для битья, ну, по крайней мере, вот, в ситуации события на Южном Кавказе. Вот, а Евразийский экономический союз – очень важная структура, еще раз говорю, это особая зона разделения труда, зона свободной торговли. Да, но никак не удается дойти до решения единую валюту, на единую валюту. Да, да, ну, я думаю, что, несмотря на то, что были разговоры, что к 25-му году сделать единую валюту, именно не было понимания, зачем эта организация нужна, ну, скажем, почти у всех участников. Белоруссия понимала, да, руководство Белоруссии, зачем нужна эта организация. Россия это делала на всякий случай, чтобы сохранить экономические связи, но не стремилась к лидерству, не являлась стратегом в этом плане. И мы видим, что, собственно, и даже, как бы, на своем уровне, на национальном уровне Россия не поднимает вопросов о создании суверенной финансовой системы, об изменении статуса Центробанка. Да, ну, единственное, что поднимает, это увеличение масштабов расчетов в национальных валютах. Ну, здесь тоже масса проблем. Ну, раз Россия не очень, российское руководство не очень-то заинтересовано в том, чтобы создавать свою финансовую систему суверенную, ну, так и ясное дело, что никакой единой валюты не будет и на уровне Евразийского Союза еще в ближайшее время и довольно длительное время. Да. То есть, вы думаете, что Евразес и ОДКБ могут существовать отдельно, да? Да, я думаю, что... Вы, наверное, знаете, что в Армении по-разному воспринимают эти организации. Правильно воспринимают по-разному. Я думаю, что если ОДКБ прекратит свое существование, ничего от этого не изменится и не будет ни вреда, ни пользы. А вот Евразийский экономический союз, безусловно, должен развиваться. Это залог выживания и Российской Федерации, и других участников. Ну, если кто не понимает, какую роль играет Евразийский экономический союз. Но это организация перспективная, организация будущего. Вы, наверное, уже знаете, что Армения прекращает участие в финансировании деятельности ОДКБ. Ну, да, конечно. Об этом средства массовой информации очень активно писали. Потому что это, ну, собственно, единственная такая громкая новость после встречи Николы Пашиняна и Владимира Путина. Вы про вчерашнюю встречу говорите? Да, да, да. Нет, я про встречу 7 мая, да. Да. Российские пограничники уходят из некоторых участков границы, кроме границы с Турцией и Ираном. Ну, да, в принципе, Россия же особо не хочет уходить. Она хочет как-то идти по пути наименьшего сопротивления, сохранять свое присутствие на Южном Кавказе. Ну, а Николу Пашиняну, руководство Армении, в принципе, важно, чтобы, допустим, российские военные оставались там, где они сегодня нужны. Они нужны на армяно-иранской границе. Ну, пусть они там стоят. Они нужны в Гюмри пока что. Ну, по крайней мере, дают работу жителям Гюмри, да. Где, ну, понятно, после советского времени и производств особых нет, но людям надо как-то жить. Они обслуживают эту базу. Вот. Но это не значит, что нет стратегии у армянского руководства постепенно, постепенно, в случае, если туда приходят какие-то европейские военные, ну, естественно, российских военных будет становиться меньше. То есть курс такой взят. В России это понимают прекрасно, но не торопятся уходить, да, и, может быть, даже находят какие-то варианты, как бы, пользы от того, что военные остаются. Вот. Я думаю, что 7 мая, когда встречались Пашинян и Путин, они некоторые такие вопросы обсуждали, были предложения с российской стороны. Мы же знаем прекрасно, что все-таки Армения является государством транзита, да, серого такого транзита, реэкспорта. Это очень важно в нынешних условиях для России. Поэтому зачем Россия должна торопиться уходить? А с другой стороны, как бы не жмет для Армении тоже их присутствие. Ну, поскольку горячая точка сохраняется на границе с Ираном, пусть там стоят российские воины. Владимир Анатольевич, как вы смотрите на прогноз, что финансовый кризис неизбежен из-за санкций против России? Ну, я думаю, что это не финансовый кризис только. Я вижу, что действительно ухудшаются ключевые показатели экономические, причем те показатели, о которых российская руководство... И из-за заморозки российских активов в европейских банках? Ну, это как бы... заморозка произошла давно, в 22-м году. Поэтому это как бы не новость. Новость будет другое. Дело в том, что выпадают доходы Российской Федерации постепенно. Ну, вот вы сейчас затронули тему продажи газа и убытки «Газпрома». Это одно из направлений выпадения доходов. И по нефти происходит выпадение доходов. Представим себе, что вдруг резко... Сейчас очень выгодная цена на нефть, 80 с лишним долларов за баррель. Представим себе, что упадет, например, хотя бы до 60. Возникнут проблемы очень серьезные у России. Вот, поэтому это не столько финансовый кризис назревает, сколько очень высока вероятность общего кризиса экономического. Вот выпадают доходы, растут расходы. Расходы, которые связаны с специальной военной операцией. Да, требуется много денег на производство вооружений и так далее, и так далее. А доходы падают не только от продажи нефти и газа, но и от продажи оружия падают доходы, от продажи цветных металлов. Вот, то есть санкции расширяются. Поэтому, да, вот общий экономический кризис грозит России, а не просто финансовый. А Армению в кругу Евразе самое большее сейчас беспокоит вечные проблемы на Верхнем Ларсе. Да, это, кстати, единственное. Тут я не могу судить, какие проблемы наиболее актуальны для Армении. Опять же, для кого? Для населения, для элит, для руководства. Тут вам виднее. Я-то думаю, что как бы проблема тоже у Армении общего характера, если удастся их разрулить прагматично. Ну, то есть, условно говоря, постепенное движение Армении происходит туда, куда запланировал Пашинян, да, руководство Армении. С другой стороны, нет резких разрывов с рынком российским, например, да. Вот, и я так думаю, что такой курс взят, и будет постепенно какая-то адаптация к новой ситуации и России, и Армении. Да, путем вот таких разговоров, по крайней мере, на уровне руководителей. Вот, таким образом можно обойти кризис экономический, который бы в Армении возник в случае, если бы действительно произошло резкое размежевание, резкий разрыв отношений между Россией и Арменией. Как вы считаете, есть вероятность, что в ближайшем будущем и Азербайджан войдет в Евразию? Да, я думаю, все идет к этому. То есть, я думаю, что обновление Евразийского экономического союза вполне реально через какое-то время. Вот, и это обновление может быть связано с появлением еще одного члена, то есть, Азербайджана. Ну, по крайней мере, это будет повод говорить о том, что Евразийский экономический союз не умер, он развивается. И помимо Азербайджана могут еще пригласить Евразийский экономический союз, например, в Сирию. Да, то есть, такие варианты возможны. Пока все к этому идет. Да. На этом все. Спасибо вам, Владимир Владимирович. Спасибо вам, да, до свидания. Спасибо. 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 Спасибо.